Трамп запускает ракету в космос, но речь идет не о физической ракете, речь идет о акциях компании, которую Трамп организовал и в ближайшее время планирует вывести на биржу через спаки. Уже сегодня акции этого спака улетают примерно вот в этом направлении и это еще не предел. Потенциально это могут быть самыми легкими иксами, которые вы когда-либо делали в своей жизни. И в этом видео я подробнее расскажу, почему это событие, эти иксы очень и очень вероятны. Давайте начнем, в общем-то, с разбора самой компании. Что это за компания? Называется она Трамп Медиа Технологи и эта компания сейчас работает над созданием социальной сети, которая будет называться Truth Social, то есть правда. Truth, правда, социальная правда, наверное, как-то так это будет переводиться. И эта компания основной своей целью ставит борьбу с такими технологическими гигантами, как Facebook, Twitter и так далее. И в своей презентации, что интересно, этим не заканчивается. Значит, Twitter и Facebook с кем эта компания планирует бороться? Также она планирует бороться с Netflix, с Amazon, ну и вообще со всем плохим ради всего хорошего. Конечно же, у Трампа все в порядке с амбициями, потому что это бывший президент Соединенных Штатов. Наверное, более статусной должности в мире придумать нельзя. Соединенные Штаты самое сильное государство на сегодняшний день. Президент – это самая престижная должность, которую можно занимать в современном мире. Поэтому с амбициями у Трампа все в порядке. И, в общем-то, мы видим их выражение вот в данной презентации. Но эти амбиции не беспочвенны. Почему? Да, все просто. У Трампа только лишь в Твиттере было 89 миллионов подписчиков. Понятно, что все не придут в его новую сеть, но значительная часть этих людей, она туда придет. То есть 30-40 миллионов только лишь подписчиков Трампа потенциально может прийти в эту новую социальную сеть. И, очевидно, это не предел. То есть, в целом, эта социальная сетка очень легко сможет набрать, да я думаю, 100 миллионов, 100 миллионов плюс очень и очень быстро. Почему? Да на самом деле все предельно просто. Дело в том, что на сегодняшний день у общества есть огромный запрос на свободу слова. А Твиттер, Фейсбук, в большей степени Фейсбук, это имеет огромных цензоров. То есть, это серьезная цензура, которая не позволяет, да тому же Трампу, то есть, почему его забанили, почему все ключевые социальные сети, Твиттер, там, Фейсбук, Инстаграм, удалили его аккаунты. Да какое они имеют право? Кто вообще решил, что этот человек имеет право высказывать свое мнение, а этот не имеет? Очевидно, в этом нет ничего хорошего, и люди устали от этой цензуры, и в обществе, соответственно, созрел огромный запрос на свободу слова. И я уверяю вас, что количество пользователей, если это все-таки состоится, то есть, если эта социальная сеть будет запущена, количество пользователей может взлететь очень-очень быстро, и я думаю, что прирост пользователей в этой социальной сети 100% будет рекордным. Давайте подумаем, сколько же может стоить эта социальная сетка. Ну, значит, на сегодняшний день эту сеть оценивают в 870 миллионов долларов. Да, 870 миллионов долларов на сегодняшний день стоит данная, потенциально оценивается данная социальная сеть. То есть, мы понимаем, что только, ну, потенциально только 30-40 миллионов придет на одного Трампа. Плюс, соответственно, там, я думаю, еще столько же придут исключительно из, вот, личных побуждений людей, уставших от вот этой вот цензуры со стороны больших технологических компаний. То есть, 80-100 миллионов подписчиков эта социальная сетка может получить очень-очень быстро. Сколько же стоит на сегодняшний день Твиттер? Капитализация Твиттера на сегодняшний день 52 миллиарда долларов. Количество активных пользователей у этой компании, значит, на июль текущего года, порядка 200, там, 200 с копейками миллионов активных пользователей. То есть, мы понимаем, сколько стоит пользователь в среднем. То есть, 200 миллионов – это примерно, да, примерно 52 миллиарда капитализации. Соответственно, там, 10-15 миллиардов компания Трампа может получить оценок очень-очень быстро. А это, там, 10-15, там, 17 иксов от текущей капитализации. И уже сегодня SPAC, который потенциально должен вывести эту компанию, соответственно, на рынок, вот, прямо сейчас он уже удвоился. То есть, на премаркете, вот, мы обсуждали, там, с одним из моих студентов данную компанию, на премаркете можно было, конечно, войти, там, по 11, по 12 долларов. Сейчас, вот, прямо сейчас, в момент записи этого видеоролика, уже X2. То есть, уже не 870, уже, там, получается, 1,7 миллиарда рынок дает оценку данной компании, примерно. Но, как мы с вами рассмотрели, это не предел. То есть, даже от текущей цены можно получить X, соответственно, если эта компания запустится, если эта компания все-таки выйдет, значит, на рынок через данный SPAC. То есть, много, конечно же, значит, этапов, где могут быть определенные проблемы. Но, еще раз, потенциал у данной компании, он просто огромен. Причем, что очень важно, что, по моему личному мнению, касательно перспектив таких компаний, как Twitter и Facebook, у Twitter гораздо больше перспектив, вот, в длинную, нежели, чем у Facebook. Почему? Ну, как я уже сказал, то есть, почему мы видим такой огромный рост, быстрый рост данной компании? Все очень просто, да, вот этот вот запрос на свободу слова. Люди устали от этого цензора, который мы видим со стороны крупных техов. И Facebook, вот по этому параметру, он значительно проигрывает Twitter. То есть, по моему мнению, вот именно Jack Dorsey, он более, скажем так, он лучше, как визионер, нежели, чем Марк Сукерберг. Сукерберг, возможно, лучше, как бизнесмен, потому что Facebook на сегодняшний день, это та еще кэш-машина, которая генерирует кэш. Вот, Twitter, конечно же, уступает по этим параметрам. Но, с точки зрения видения структуры общества будущего, мне кажется, что Dorsey лучше понимает текущие тренды. Почему? Значит, Dorsey отреагировал на бан Трампа. Он пишет, что я, как бы, не горд этим решением. И вообще, я не праздную, что мы, вот, забанили Трампа. Но, как он отмечает дальше, что это было вынужденное решение, что огромное влияние Трампа, деструктивное для общества. И, в общем-то, мы были вынуждены это сделать. Но, дело в том, что Twitter работает над проектом, значит, который будет децентрализован. То есть, не будет единого цензора, и люди будут, соответственно, сами определять, какой контент мы хотим видеть, значит, чему быть, а что мы видеть, соответственно, не хотим. То есть, как в случае и с финансовой системой, то есть, как вот, там, биткоин, да, криптовалюта, децентрализация, не имеет какого-то, значит, одного верховного, значит, пункта контроля. Так и социальная сеть, по мнению Dorsey, должна выглядеть подобным образом. То есть, не должно быть какой-то централизованной точки, централизованного управления, которое говорит, значит, этот говори, значит, Байден говори, Трамп молчи. То есть, такого быть не должно. И этот проект в Твиттере называется, значит, Blue Sky, чистое небо. И на сегодняшний день это вот разработка, над которой Твиттер активно работает. То есть, вот, именно формат децентрализованной социальной сети без какого-то единого цензора. И именно поэтому, как мне кажется, по моему субъективному мнению, перспектив в длине у Твиттера значительно больше, нежели, чем у Фейсбука. Ну, вот, кто из вас пользуется активно Фейсбуком? Ну, вот, можете написать в комментариях. Я не пользуюсь, я вообще социальными сетями практически не пользуюсь. У меня есть страничка на Фейсбуке, но она исключительно для нетворкинга. То есть, у меня там есть определенный пул людей, которые связаны, работают в одной и той же индустрии, в которой работаю я. Это определенный пул предпринимателей, с которыми у меня есть тоже определенные интересы. Ну, в принципе, все. То есть, я там не веду как-то эту активную страничку, я там не... там каждый день не проверяю сообщения и так далее. То есть, мне это неинтересно. Фейсбук для меня не интересен, в отличие от Твиттера. Потому что в Твиттере огромное количество конструктивных дискуссий, огромное количество интересной информации. Причем, в отличие от многих других социальных сетей, которые как бы низкоинтеллектуальные, да, там ТикТок, это фастфуд информация и так далее. Там общаются очень интересные люди, которые обладают достаточно серьезной экспертизой по определенным вопросам. И глядя на динамику вот этого спака, который потенциально должен вывести акции вот этой компании Truth Social Trump на биржу, мы можем понять, что этот запрос, то есть, это как бы идея, она действительно в обществе существует. И что мы еще должны понимать? Мы понимаем, что есть как бы огромный потенциал по капитализации для роста капитализации. Плюс еще эта компания практически гарантированно станет мемстоком. То есть, ритейл инвесторы, розничные инвесторы в Америке, ну, 100% будут обращать на нее внимание. Reddit, Wall Street Bets и так далее, и так далее. То есть, гарантированно это новый мемсток. Поэтому в этой компании, по моему личному мнению, огромный потенциал для роста. То есть, как я и сказал в начале этого видеоролика, если все этапы пройдут, если эта компания все-таки выйдет, значит, на биржу, и станет публичной, если она запустится, то это будут самые легкие иксы, которые вы когда-либо делали в своей жизни. Но я лично точно стану одним из первых, значит, участников данной социальной сети. Ну и в конце, друзья, на правах рекламы хочу рассказать вам про свой курс, который стартует 17 ноября. И это курс, без единого сомнения, один из самых полезных курсов, который вы, в принципе, можете пройти в сфере онлайн-образования, посвященных инвестициям и работе на финансовых рынках на сегодняшний день. Какую главную проблему решает данный курс? Дело в том, что на сегодняшний день нет проблем с инвестиционными идеями. Огромное количество блогеров, таких как я, лучше, хуже, каждый день говорят о чем-то, о каких-то компаниях. Огромное количество платных подписок, дешевых, там, за 5-10 долларов в месяц, до дорогих, до нескольких сотен долларов в месяц. Брокеры тоже самое, вынуждены публиковать какие-то идеи. Банки вынуждены публиковать какие-то идеи. Огромное количество других провайдеров. То есть дефицита идей на сегодняшний день в информационном пространстве нет. Но есть другая проблема. А как же отфильтровать эти идеи и выбрать наиболее интересные? Дело в том, что большинство инвесторов поступают следующим образом. Они говорят, вот Андрей мне нравится. Я там верю ему, он как специалист мне импонирует. Соответственно, я буду покупать те компании, о которых он говорит. А вот Петя, ну вот Петя как-то не очень. Соответственно, там, Петю я слушать не буду. И все. То есть это исключительно на базе каких-то субъективных симпатий и антипатий. Но, конечно же, это непрофессионально. И, конечно же, в долгую это работать особо хорошо не будет. И поэтому очень важно иметь инструментарий, иметь необходимые знания и навыки, которые позволят вам самостоятельно оценить ту или иную компанию. И понять, а есть ли в этой компании какая-то жизнь. То есть, интересно ли эта компания для того, чтобы купить ее. Или же неинтересно. И сделать, на самом деле, это не так уж и сложно. Потому что любой бизнес, по своей сути, это механизм, где мы на входе кладем доллар, а на выходе хотим получить два. И как любой механизм, бизнес обладает определенными качественными характеристиками, которые показывают, насколько хорошо или плохо он справляется с этой задачей. На самом деле, существует всего лишь два источника информации, которые позволяют нам оценить, насколько этот бизнес хорошо выполняет свою главную функцию. Это финансовая отчетность и сравнение с конкурентами. То есть, финансовая отчетность показывает нам состояние компании на текущий момент, а также показывает ее динамику развития. А сравнение с конкурентами показывает нам, насколько эта компания стоит дешево или дорого, насколько она эффективна по отношению к конкурентам и так далее. Но дело в том, что когда мы инвестируем в акции, нас в значительной степени, кроме качества компании, интересует еще и баланс спроса и предложения. И поэтому к этим двум источникам информации добавляется еще и третий. Это анализ инвестбанков и анализ того, будут ли инвестбанки регенерировать спрос среди своих клиентов на акции конкретной компании или же нет. Соответственно, анализируя три этих аспекта, мы получаем 70-80% информации по компании. Причем сделать это можно буквально за 15 минут. То есть за 15 минут мы потенциально можем получить 70-80% по компании и понять, насколько она привлекательна для того, чтобы купить ее акции или же не привлекательна. Вся необходимая информация для того, чтобы научиться делать подобный экспресс-анализ, будет изложена в курсе, который стартует 17 ноября. Этот курс будет состоять из трех теоретических лекций, где вы узнаете, что такое финансовая отчетность, как ее правильно читать, на что обращать внимание, какие красные флаги существуют и так далее. Узнайте про мультипликаторы, какие мультипликаторы существуют, вообще что такое мультипликаторы, какие ключевые группы мультипликаторов существуют, как работать с мультипликаторами, какие ресурсы для этого существуют и так далее. Третья теоретическая лекция посвящена работе с аналитиками. Здесь вы узнаете о том, кто такие buy-сайт, кто такие sell-сайт, Какой главный конфликт интересов существует у селлсайда и аналитиков, как именно решается этот конфликт и, соответственно, вот исходя из этого решения, какие скрытые подсказки мы можем получить при оценке вот тех прогнозов, которые выдает селлсайд. Соответственно, также будут конкретные примеры и ресурсы для работы. Ну и три онлайн-практических сессии, где мы в режиме реального времени будем, используя весь вот этот вот инструментарий, анализировать конкретные компании и говорить, что эта компания интересна, поэтому, поэтому и поэтому, а эта компания, например, неинтересна, поэтому, поэтому и поэтому. У этой компании такие сильные стороны, а у этой компании вот такие слабые стороны. И так далее. Курс стартует 17 ноября и, конечно же, для тех, кто записывается раньше, действуют специальные условия. Для первых 10 студентов скидка будет 35%, для второй десятки скидка будет 17%, и для всех остальных, тех, кто будет записываться дальше, стандартная стоимость данного курса будет 290 долларов. Для того, чтобы записаться на этот курс, достаточно написать мне в Telegram, которую вы найдете как на этой странице, так и в описании к этому видео. В общем, если это вам интересно, ссылка на данную страницу будет в описании, там же будут мои контакты, по которым вы сможете как записаться на этот курс, так и задать все интересующие вас вопросы. На этом все, друзья. Ставьте лайк, если понравилось видео, и до новых встреч. Пока-пока.